Так, еще раз добрый вечер. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Говорить мы все будем о том же, о нашем языке, JavaScript, о замечательном, о сложном, глубоком, универсальном. И когда мы обычно начинаем рассказ про JavaScript, мы обычно представляем этот язык как мультипарадигм. Существует несколько разных парадигм, то есть подход, наверное, подход к программированию, к архитектуре, построение приложения, к мышлению. Есть процедурная, объектно ориентированная, логическая, функциональная и так далее, и так далее. Многие языки, особенно вот последние годы, которые появляются, они являются так называемыми мультипарадигмами, которые пытаются охватить все сразу. И JavaScript, хотя он достаточно старый язык относительно, тем не менее он тоже является как бы мультипарадигменным, он объектно ориентированный в первую очередь. И, как правило, именно упор идет на вот эту вот, на объектно ориентированную парадигму. Сегодня я хотел бы обратить внимание как раз на другую вот ту часть, а именно на функциональную. Есть ряд языков программирования, о которых вы, скорее всего, слышали, которые исповедуют именно функциональную парадигму программирования. Вот, и, ну, сразу скажу, сразу скажу, что, как бы, на JavaScript нельзя, наверное, 100% использовать вот этот функциональный подход. Здесь кое-чего не хватает, кое-что нужно, как бы, дописать. Поэтому у нас речь не идет сейчас, да, о, рассказать вообще о функциональном программировании. Ну, это долго, да, и там уже математика всякая разная начнется по большей части. Поэтому основные, скажем так, концепции, которые свойственны функциональным языкам, можно на них обратить внимание и даже использовать, даже использовать при написании своего кода. То есть, в основном, понятно, поскольку мы говорим о функциональном программировании, да, то есть, речь идет, конечно же, вокруг функций, все крутится, да, то есть, функции, делаем, получается, декомпозицию наших задач, то есть, разбиваем большие задачи на мелкие задачи, на функции, которые вызывают друг друга, могут вызываться в цепочке, как-то, да, передаваться, возвращаться. Благо, у нас JavaScript это все дело позволяет, да, иметь. Ну, начнем мы так слегка издалека, вот с какой интересной позиции. Дело в том, что все функциональные языки, они декларативны по своей сути. В то же время, мы, когда, вот, например, работаем на JavaScript, в основном, в большинстве своем, мы используем так называемый императивный подход, да. В чем здесь, в чем разница, в чем разница, чем отличается вообще императивное программирование от декларативного, да, он отличается в том, как мы ставим задачу на нашем языке. Вот у меня тут пример, сразу же мы начнем с примера, да, вот такой примерчик, сейчас я его распакую, раскомментирую. Посмотрите, у нас банальная вещь, да, у нас есть массив, такой двумерный, то есть на самом деле массив-массив, массив, в котором определенное количество массивов. Стоит задача какая? Преобразовать этот массив-массивов в один массив. Ну, то есть, все это выгрузить в массив, в котором будут просто элементы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, используя императивный подход к постановке задачи, да, у нас получится некая функция, вот такого плана, например, да, mergeArray, называл ее, да, которая получает на вход, я его назвал outer, то есть вот этот полный массив, и которая возвращает тот массив, который мы хотим. Если мы посмотрим внутрь этой функции, да, она будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Как-то так, да, прям скажем. Вот, вот это типичный, типичный пример, типичный пример императивного подхода, когда мы контролируем каждый, как бы, свой шаг. То есть мы последовательно даем команды, да, в нашем случае интерпретатору, что нам делать, да. Например, да, мы сначала мы выбираем длину этого массива, да, создаем, потом мы говорим, создай новый массив, пустой, по длине соответствующий этого массива, да, в тремой. Потом создаем некую переменную, да, потом начинаем цикл. В этом цикле говорим, создай мне переменную, которая будет счетчиком, да. Итерируй, да, этот цикл, крути-верти, вот пока верно это условие, да. Не забудь увеличить эту переменную, да. В этом цикле мы начинаем еще один цикл, да, говорим, еще сделай одну, да, переменную, еще одну и так далее, и так далее. То есть мы детально расписываем все, что нам надо. Классический императивный подход. То есть, Вася, сходи в бухгалтерию, обратись к Клавдии Петровне, пусть Клавдия Петровна из вот этой папочки найдет такой-то листочек, с этого листочка перепишет фамилию, подойди потом к Зинаиде Ивановне, и пусть она поставит вот такую-то печать, и потом ты придешь и вернешь все это мне. И это императивщина чистой воды, да. Что нам предлагает декларативный подход? Декларативный подход предлагает очень просто. Вася, сходи, пожалуйста, в бухгалтерию, пусть тебе дадут бумажку со списком сотрудников, и с печатью принесешь ее мне. То есть без какой-либо детализации. Ну, классический пример, классический, кстати, пример можно привести. Те, кто из вас знает, ну, вы, скорее всего, знаете, сталкивались, да, например, с SQL, языком запросов к базе данных, да, то, например, в SQL мы пишем, например, вот так. Select name from, предположим, users. Обратите внимание, да, обратите внимание. Ну, и там можно where, и какое-то там, какое-то условие. Типичный пример, да, у нас есть проблема. Мы говорим, уважаемый, вот тебе, вот тебе условие, да, некое, вот тебе таблица. Соответственно, из этой таблицы, согласно этому условию, выбери и верни мне список, там, например, имен пользователей, да. То есть, обратите внимание, мы не говорим, да, заведи какой-то счетчик, выбери первое, сравни со вторым, что-то, что-то. Нет, вот задача. Таблица, условия, вот это я хочу. Типичный пример декларативного, да, подхода. Вот. Как нам то же самое, как нам то же самое сделать в Яваскрипте? На наше счастье у нас в Яваскрипте есть ряд, их так называют, кстати, в простовечии, такие функциональные методы. Они появились давно. Понятно, что ими в свое время аккуратно пользовались, потому что, вы помните, у нас там интернет-эксплорер, они все поддерживали и так далее, и так далее, но уже время много прошло, сейчас все все поддерживают. У нас ряд методов есть, такие как MET, FOREACH, REDUCE, FILTER, SUM, EVERY и так далее, как раз именно для того, чтобы можно было то же самое сделать декларативно. Да, посмотрите, как мы можем вот то же самое описать декларативно, без погружения в какие-то детали. Берем ту же самую функцию, да, то есть наша функция будет точно так же понятно выглядеть. Вот так вот, function, merge, auto. Вот она. Ну, мы ее можем сделать так, 2, да. Значит, auto 2, да. Вот. Ну, теперь, она у нас будет возвращать что? Мы говорим, вот тебе, обратите внимание, да, вот тебе массив. Мы можем использовать метод REDUCE, REDUCE, да, который принимает функцию, function. Здесь у нас будет сваливаться X и Y. Я ее, кстати, в одну строчку опишу сейчас, да. Вот, которая, в свою очередь, будет, оп, не так, летем, летем, возвращать вот такой вот, да, результат, да, массив. Все, друзья мои, вы не поверите, но это все. Сравните, да, еще раз, перед вами абсолютно две функции, раз и два, которые делают абсолютно одно и то, да. И мы не говорим о количестве кода, да. Мы говорим о том, насколько глубоко здесь пришлось забираться, да, то есть контролировать каждый свой шаг, правильно, да? А потом еще надо его проверять, А правильно ли я здесь написал? А правильно ли я здесь написал? И так далее, и так далее, и так далее, правильно, да? Здесь у нас все чисто. Посмотрите, да? Вот тебе, ну, в нашем случае, да, вот тебе массив. Вот тебе, да, условие. Вот оно на самом деле условие, в принципе. Вот условие, да? Все, сверни мне его в одномерный массив. В одномерный массив. То есть помимо того, что гораздо меньше кода, тут мы опять же обходимся без деталей. То есть нам не важно, да, там плюс-плюс, минус-минус, кто там чего увеличивает, уменьшает. Это интерпретатор разберется сам. Вот можете представить себе, если так поменять, пробежаться по своему коду, если где-то чего-то есть. И увидеть, что в принципе у нас получается. Увидеть, что получается. Тут, конечно, маленькая проблема. Сразу скажу, маленькая проблема, что у нас настолько нам, если мы возьмем книги будем читать, чьи-то коды, вот мы обучались, да, нас настолько приучили вот к этому императивному подходу, настолько приучили контролировать свой каждый шаг, что для того, чтобы уйти от этого, понимаете, да, перестать контролировать, да, а просто ставить задачу. Вот тебе массив, вот тебе условия, верни мне, например, то-то. Здесь, к сожалению, придется, так сказать, чуть-чуть, ну, что называется, перестроиться. И то, может быть, не у всех получится. Может быть, кому-то действительно, знаете, как это от характера зависит. Те, кому нравится контролировать каждый шаг, так и может, да, остаться. Те же, кто все-таки предпочитает просто поставить задачу, пожалуйста, да, еще раз обратите внимание вот на эти функции reduce, map, reach, average, sum, filter и так далее. Вы увидите, как вам легко будет после того, как вы к этим функциям, вот к этим методам привыкнете, после того, как вы набьете руку, вы не поверите, да, вот когда вы много раз это напишете, и у вас это уже автоматически, как бы, да, все это дело пойдет, то вы после этого вот на такие дела без тошноты смотреть не сможете. Маленькая проблема. Маленькая проблема, что у нас, дело в том, что у нас таких функций, во-первых, очень мало. Очень мало, да? То есть, вот я их перечислил, это раз. А, например, в функциональных языках там вообще очень много функций подобного рода, которые разными делами занимаются. Вот, подобное. Это раз. А во-вторых, во-вторых, например, вот эти все функции, они работают, предположим, только с массивом. Они работают только с массивом. Они не работают, например, с коллекциями, да, ну, объекты, у которых свойства индексированы. Поэтому понятно, что у нас в JavaScript все хорошо. Понятно, что у нас мы через прототипы можем все это дело переписать, переназначить. Вот, но это все нужно делать руками, да? Поэтому, естественно, поскольку мы не одиноки в желании облегчить себе жизнь, то существует ряд достаточно известных библиотек, достаточно известных библиотек, JavaScript, вот, в которых эти функции уже реализованы, да? Или в частности, например, там, например, метод MAP, он работает не как MAP только для массивов, да? Но и для, например, тех же самых коллекций, то есть для индексированных объектов, предположим. Ну, и там очень много всяких вкусных функций и методов, да? Какие это? Какие это библиотеки, к слову, да? Какие это библиотеки? Ну, самое известное, самое известное и самое, кстати, такая, ну, как скажем, попсовое, наверное, да? Назовем это библиотека, которая называется Underscore. Underscore, Underscore, JS, Underscore. Она такая самая припопсованная и самая, наверное, такая неэффективная. Но у нас, как всегда, тот, кто был первым, тот и самый популярный, да? Вот, более интересные, более интересные библиотеки, более, ну, там, по возможностям, наверное, да, по всему, это библиотеки, которые называются, одна называется Lodash, другая называется Ramda. Они, в принципе, одинаковые, по своей сути, да? Вот, а если исходить из быстроты, из очень-очень-очень быстрой, да? Если нас интересует совсем быстрой, то из всех этих библиотек, лучше всех, это библиотека, которая называется, например, Lazy, да? Вот такого плана. Обязательно посмотрите эти библиотеки, посмотрите эти библиотеки. Там очень много всего интересного, понимаете, да? Вот, которые, то есть методы, функционал, который помогает жить. Тут маленький нюанс. Дело в том, что вот эта библиотека Lazy, они все, в принципе, эти библиотеки, они все универсальны. Дело в том, что библиотека Lazy, она по скорости превосходит предыдущие библиотеки, но там у нее использует автор маленький читерский прием. Дело в том, что он там использует буквально в одном месте такой метод, который называется SetTimeout. Почему я говорю такой читерский, да? Дело в том, что вы помните, что SetTimeout, он не является частью стандарта ECMAScript. Это часть глобального объекта Windows в браузере, да? Поэтому эту библиотеку можно использовать, если вы используете именно интерпретаторы JavaScript в браузере или Node.js, потому что Node.js, он тоже поддерживает сам себе в ядре SetTimeout. А вот у меня, например, те, кто у меня был, знают, да, что я люблю вот здесь, в редакторе, как правило, я использую интерпретатор командной строки SpiderMonkey, который поддерживает сугубо стандарт ECMAScript. Никакого SetTimeout там, понятно, нет. Поэтому я его просто здесь хотел бы и не могу использовать. Вот, ну мне из всего вот этого Sonoma, если учесть, что Lazy, как бы она для меня, по крайней мере, не универсальная, потому что я не только в браузере это делаю, и не только в Node.js использую, не только в браузере использую, я, в принципе, предпочитаю вот эту вот лодаж. Такая золотая, что называется, середина, да? Обязательно посмотрите из библиотеки. Я рекомендую, это гораздо лучше, чем изучать этот тупой jQuery, без которого действительно можно обойти. Пардон, поклонники jQuery. Ну вот, да, это то, что мы говорили относительно, то, что мы говорили относительно разницы между императивным и декларативным подходом. Вот. Но понятно, это была такая зацепка. Да. Теперь у нас следующее, что идет. Опять же, возвращаемся, да, что у нас этот подход, как бы, да, он называется как? Он, как говорится, функциональный, то есть все крутится вокруг функции, да? И тут надо, опять же, привыкнуть, надо привыкнуть и отвязаться от функции как блока, понимаете, да? То есть очень часто, когда мы говорим о функциях, многие, я понимаю, людей смущает, что функция выглядит вот так, да? Надо понимать, что в JavaScript функция это тип. Функция это тип, то есть он ничем не отличается, да, от, фактически только круглые скобки мешают на самом деле, да, от простой какой-то переменной. Вот простой переменной. То есть, посмотрите, да, если мы запишем вот так вот функцию, предположим, вот у меня функция, да, элементарная. Вот элементарная функция, да. Мы можем, смотрите, да, то же самое, то же самое, ведь, да, я могу записать его таким образом. Вот таким вот образом могу записать. Правда, да? Вот, точно, да? И, посмотрите, а вот я делаю еще одну, например, переменную, вот такую вещь, да? В чем разница в моем случае строка 24 и строка 25, да? То есть, если я хочу получить единицу из бар, я пишу бар. Если я хочу получить ту же единицу из фу, я напишу вот так фу. Да, я поставлю круглый скоб. Это, в принципе, единственная разница между этим и этим. Понимаете, в чем дело, да? Но надо понимать, что вот это, это абсолютно точно такой же тип, как и число. Как число мы можем присвоить, куда-то передать, то же самое и здесь, да? И, благо, благо, нам сейчас в ECMO 6, наконец-то, да, в нашем последнем стандарте, да, нам у нас появились так называемые стрелочные функции, стрелочные функции, да, у которых на самом деле вот это дело, вот это дело, я теперь могу это слово дурацкое, честно сказать, function, на самом деле не писать, да, не писать, а то же самое могу написать вот таким вот образом. Обратите внимание, в моем случае строка 24 и строка 25 абсолютно идентичны, да? Обратите внимание, насколько все легко и красиво выглядит. Вот, примерно таким образом, да? Вот, то есть, если мы, кстати, кстати, если сейчас вернуться к моему, вот к этому вот, вот к этой вот функции, давайте-ка я сейчас еще раз ее сюда, да, вот моя, mergeArray, да, то мы здесь можем, смотрите, что мы здесь можем сделать, да, когда reduce, согласно новым нашим веяниям, новым веяниям, да, у нас теперь здесь получится вот такая вот красота. Посмотрите, да, вот так я специально верю, да, вот, вот она. Вот, в виде стрелочной функции это дело изобразили, гораздо проще, избавились от дурацкого слова function, которое многих смущает, меня тоже, кстати, потому что задалбливает, вот, и, как видите, все хорошо, да? Вот, теперь, когда мы говорим о функции, да, продолжаем говорить о функции, то есть, мы должны понимать, что функция, во-первых, да, ее надо рассматривать как некую единицу, как часть, как элемент некой абстракции, понимаете? То есть, о чем у нас идет речь? О чем у нас идет речь? Речь идет вот о чем. Предположим, да, нам нужно, например, мы хотим написать функцию, да, которая будет парсить строку, например, да, парс, стрин, правильно, да? Мы, естественно, мы говорим, ага, нам нужно осуществить, предположим, какую-либо проверку, да, проверку. Кстати, можно, у меня здесь есть функция, этот самый, лодыш, лодыш, можно его вывести сюда, как раз, воспользуюсь парочкой методов оттуда, чтобы до функции было. Только единственное, что я, чтобы он у меня ошибки не писал, я тут сделаю маленький трюк, такой, это такой, это мне для редактора, чтобы редактор ошибки не писал. Вот, вот, и смотрите, да, во-первых, мы начинаем проверять, да, мы говорим, ага, во-первых, нам нужно проверить, что это должна быть строка. Мы говорим, если, здесь я использую метод как раз лодыш, лодыш, он скоро начинается, как бы объект, да, если это не строка, предположим, да, если, да, если у нас пришла и стринг, по, мы, предположим, да, эра какой-нибудь, да, мы эра пишем, да, что должна, да, там, например, напишем, ожидается, пока, правильно, да, баба, отбили, да. Потом, если мы все это дело прошли, если мы все это дело прошли, да, вот, то выводим, выводим сюда у нас, да, выводим пояснение, да, как бы листик, да, пытаемся, попытка. Попытка преразовывания против в число. Да, выводим. Это если мы в if не попали, правильно, идем, да? Вот, далее, далее мы, например, берем parsing наш, этот сам, parsing, число приводим в строчку, число приводим в строк, да, потом мы помним, да, опять же, воспользуемся нашим лодышком, да, если это не, возьми наоборот, из нам, из нам, из нам, у нас есть такая, да, нам, да, то мы что-то там напишем, да, например, напишем в ответ, Так, можно преобразовать строку, например, да, напечатали, предположим. Причем сделаем, наверное, да, так, если так, и после этого сделаем еще и вот так, да. Вот, если же все хорошо, если же все хорошо, то напишем, да, что-то типа преобразования, и неуспешно. Вот так, да, как-то. Вот такого плана, вот такого плана. Вот, и мы можем это дело все спокойно теперь вызывать, там, страйк и так далее. Но, что мы видим, да, обратите внимание, у нас эта функция, да, она решает очень много задач. Обратите внимание, да, мало того, да, вот, она не только то, что пытается преобразовать и проверяет, что у нас там есть, она еще и что, здесь она, да, у нас бросает исключение ошибки, да, здесь она у нас выводит куда-то там, например, нам в консоль, там, что-то. Здесь она тоже что-то делает, да, что не очень хорошо, потому что мы понимаем, что в любой момент что-то где-то мы можем поменять. Мы, может быть, захотим здесь не бросать исключение, или, наоборот, в этом случае бросить исключение, или что-то как-то, да. Поэтому, еще раз говорю, то есть у нас основная задача, да, это декомпозиция. То есть функции, да, не надо громоздить функции, которые делают очень много и сразу, да. То есть фактически работаем на уровне абстракции, то есть если у нас здесь не строка, то что-то должно произойти, да, error. Но не в каком конкретно виде, в каком-то. Поэтому легче, лучше, лучше, способ сделать что? Лучший способ сделать что? Это описать несколько функций, да. То есть, например, function, error, который принимает некий message, message, я так в одну строчечку буду, да, для удобства печатать. Вот, и тут он будет, соответственно, error, message. Правильно? Попал. Еще одна функция function, ну, это как warn какой-нибудь, warn, да, что-то типа. Ворнин, да, вот, что она будет опять же ворнинг. Ворнинг будет печатать, например, такую линию, да, там, например, у нас будут, предположим, строка, что-то типа предупреждение, да, предупреждение и, соответственно, message. Правильно, да? Вот, и еще одну, например, сделаем функцию, как-нибудь назовем ее log, ну, log, переносит, что-то еще, да, есть как-нибудь, напишем что-нибудь типа метка. И опять message, видели, да? Это три вспомогательные функции, которые отвязывают нас от деталей. То есть теперь вся наша задача, вся наша задача вернуться сюда, вернуться сюда, да, и в нужном месте, в нужном месте. То есть вот здесь нам уже не надо это делать, правильно, да, все, что нам нужно, это выбрать нашу функцию error и передать туда, что нам нужно, да. Опять же, это, например, наш log, правильно, да? Это у нас получается что? Ворнинг у нас, да, где-то там. И это опять у нас log, правильно, да? То есть, обратите внимание, то есть в нашем случае мы просто пометили, что в нашем случае это серьезная ошибка, это, ну, как бы такая, не совсем серьезное предупреждение, это не кило. Что с этим делается, куда делается, это уже детали реализации, и они нам, как человеку, который работает конкретно с этой функцией, абсолютно не интересны. Вот, кроме того, если нам понадобится что-то переначить наши вот эти три функции, понятно, они индивидуально помечаются, но главное, что, еще раз говорю, тот человек, который работает вот этот вот, отвязывается от детали реализации, то есть в нашем случае абстрагируется. Абстрагируется, абстрагируется от них, вот, да? То есть пусть будет много маленьких функций, чем одна большая. Их потом удобно, тем более, теперь у нас эти функции, их можно использовать не только в этой функции, но и в любой другой, в принципе, да? Да, то есть получились такие функции болезняшки, фактически функции хелперы, правильно? Вот, это то, что мы говорим, да? То есть мы рассматриваем каждую функцию именно как единицу, да, вот абстракции. Плюс, плюс, функция в нашем случае рассматривается как, опять же, какая-то часть, как элемент некоего поведения, вполне себе, опять же, конкретного, например, например, у нас очень часто, да, есть массив, какой-нибудь, правильно? Нам нужно вытащить тот или иной элемент массива, правильно? Вот, но мы вспоминаем, что у нас может быть, например, не только элемент массива, вытащить, по индексу. У нас, например, есть строки, тоже неплохая вещь, да? Их тоже можно вообще-то по индексу, прямо скажем, вытащить. Ага, скажем, а давайте тогда напишем функцию int h, которая будет принимать некую коллекцию и соответствующий индекс, индекс, да, и возвращать, и возвращать, соответственно, значение из этой коллекции, соответствующее этому индексу. Вот таким вот образом, правильно, да? Вот, то есть, после этого, после этого мы можем спокойно использовать, да, например, вот так, там что-то там, да? Вернули второй, но, если мы, смотрите, да, если мы, например, передадим сюда объект, то получим проблему. Ага, сказали мы, да, мы, значит, рассуждаем, ага, значит, у нас не все так хорошо, не все так хорошо. То есть, мы должны как-то ограничить, правильно, да? То есть, мы говорим, ага, сюда уже можем передать не только, потому что у нас по нашим условиям мы решили, что мы можем передавать коллекции с индексами, в частности, например, массивные. Ага, хорошо, тогда мы напишем уже следующую вещь, во-первых, мы напишем функцию, спокойно, да, назовем ее, давайте так, из секенс, да, которая будет принимать некую дату, data, я пишу вот тут просто функции, просто для удобства, чтобы больше на экран, да, data, которые будут, которые будут возвращать, что? Опять же, опять же, я воспользуюсь методами товарища Лодоса, и из array у нас получается, из array data или из string. Вот так у нас будет она выглядеть, да, то есть, она true-false возвращается, вот, да, и обратите внимание, да, теперь моя вот эта функция, вот эта функция, вот она, она здесь была, да, теперь мы ее слегка развернем, да, потому что она уже будет состоять из проверок, да, сначала мы проверяем, например, да, говорим, уважаемый, а число ли это, да, то есть, если это, для начала, если индекс, в нашем случае, не является числом, не является числом, правильно, да, обратите внимание, кстати, я пишу уже вторую функцию, опаньки, и вот те функции, которые мне понадобятся, да, которые мы только что уже написали, для абсолютно другого примера, а их можно использовать прямо здесь, правда, да, мы же их не зря писали, пожалуйста, сгенерируем соответствующий error, да, написали, например, индекс должен быть числом, предположим, да, вот, теперь, далее смотрим, далее смотрим, если это не наша вот секвенция, которую мы написали, да, то есть он не подходит, и опять, и опять пригодилась наша функция, которую мы только что написали, да, напишем, что коллекция должна быть, например, там, быть индексирована, да, что-то типа, да, такого, вот, опять же, надо проверить на индекс, правильно, такой, не такой индекс, да, если индекс у нас меньше нуля, да, например, да, или индекс, да, больше длины, минус один, да, то опять же, да, мы напишем error, да, например, неправильный, неправильный, вот, вот, и если мы добрались в нашем случае до моей 55-й строчки, да, теперь мы спокойно, безболезненно можем все это дело сделать, проверочка, 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 вот сюда, все, можно спокойно проверять, try catch, да, индекс, и все у нас будет хорошо, а массив пройдет, строка пройдет, и это не пройдет, опять же, обратите внимание, много, ну, лично, часть функций, которые я для циклодов взял, да, видели, много маленьких, хороших функций, как одни, одни из которых вызывают другими, да, только что мы написали вспомогательные функции для той функции, и вот они пригодились, предположим, нам здесь, а поскольку в нашем случае функция nth, она со всех сторон, так сказать, потому что мы все проверили, и то, и где мы проверили, да, индексы проверили, вообще все, то ее мы теперь можем, ее поведение, например, мы ее можем спокойно расширять, например, можно написать функцию, функцию, называть ее first, да, которая будет принимать колонн, нашу коллекцию, да, и будет возвращать, возвращать, соответственно, первый элемент нашей коллекции, да, да, можно написать, например, метод под названием last, который будет точно так же принимать, вернее, возвращать последний, да, элемент коллекции, обратите внимание, да, много функций, маленьких и полезных, еще раз, да, то есть каждая функция, каждая функция делает что-то свое, да, не надо на функцию возлагать разнообразный большой функционал, вот таким вот образом у нас, да, мы идем, видели как, все хорошо, вот, исходя из этого, на самом деле, здесь у нас ведь ситуация, обратите внимание, какая-то, да, смотрите, предположим, предположим, есть у нас такая вещь, как сортировка, к слову, да, сортировка, вот смотрите, например, вот так, ну, давайте мы сейчас это, я сейчас это в print сразу обрамлю, чтобы было видно, да, чтобы можно было к слову запустить, вот так вот, ну, а что мы видим, да, сортировочка, очень странная сортировка у нас произошла, правда, да, но мы знаем, в принципе, те, кто пользовался, знают, почему такая сортировка произошла, вот, потому что здесь по умолчанию все это дело сортируется, да, как строк, то есть, это, да, включили, да, включили. В принципе, мы знаем, что делать, На самом деле мы знаем, что делать. Нам нужно просто-напросто сюда запихнуть какую-то функцию, которая будет делать следующую вещь. Если x меньше y, то return у нас минус 1. Если y меньше x, то return 1. Или, если вообще никуда не попали, то return 0. Вот так. Чтобы такое сделали. Если мы теперь это дело запустим, то, в принципе, мы вроде как получили все хорошо. Минус 1.7, минус 3, 0, 5, 6, 3, 5, 6. Все замечательно. Маленькая проблема. Это не очень-то универсально, потому что захочется как-то по-другому отсортировать. А мы здесь влепили функцию вполне себе конкретно. Правильно, да? А что если у нас... То есть, если мы захотим, например, описать вот такую функцию. Да, мы говорим, ага, давайте сделаем так. Меньше либо равно, да? Функция меньше либо равно, которая будет выглядеть, собственно говоря, точно таким же образом. Да, сейчас я его копирую. Вот. Смотрите. Мы описали функцию меньше либо равно, как функцию отдельно, правильно, да? Вот. А теперь мы... Теперь мы... Теперь мы... Так, я сейчас закомментирую, чтобы мне не мешалось. Вот. Теперь мы просто-напросто подсунем сюда функцию. Благо, опять же, нам, я бы скажу, позволяет, да, это... И мы на тебе функцию, исполни ее вот... Вот. Можно даже еще что-нибудь добавить вот так. Минус один, например, да? Вот так, предположим, да? Вот. И смотрите. И мы сейчас запустим это дело, да? Да? Вот. Как бы, да? И видим, что, в принципе, более-менее это работает. Обратите внимание, да? Это работает. То есть мы понимаем, что мы таких функций можем набросать очень много. Очень много. Однако здесь опять... Смотрите. Только что, когда мы с вами вот об этом говорили, да, надо понимать, вот мы с вами писали вот эти маленькие функции, вот эту, да, мы ее, в принципе, писали для чего? Вот, вот, крепко. Правильно, да? Но впоследствии оказалось, что она у нас еще и используется в другой функции, да? То есть надо, по возможности, когда мы пишем функции, надо понимать, что мы их пишем не под конкретную какую-то, да, а делаем их универсально. В самом деле, если мы их один раз записали, почему не сделать еще, как бы, для других функций? Вот, чтобы она была вообще самостоятельной, чтобы она была сама по себе. Понимаете? Вот, и что мы видим здесь, да? Почему она универсальна? Смотрите, что если мы сейчас, что если мы сейчас решим эту функцию саму по себе используя? Например, у меня будет где-то вот такая вот вещь. Сейчас, иф. Иф. Вот, смотрите. Вот я пишу такую вещь, да. Принц 100. Обратите внимание, мы этой 100 не увидим. Правильно? Почему? Почему? Потому что 1.1 даст 0, а поскольку мы это используем иф, то 0 приведется к false, соответственно, сюда мы никогда не попадем. То есть функция хороша для того, чтобы работать конкретно вот здесь, как параметр для метода сон, но, например, как сама по себе, она уже, как бы, не очень и удобно работать. Правильно, да? О, маленькая, да? Что делать? Что делать? Гораздо удобнее, гораздо удобнее нашу вот эту функцию, из вот этого сделать, сделать ее, то, что называется функция, нет, на самом деле, обратите внимание, в принципе, можно сказать, ну, а давайте здесь, например, в условии будет написано иф трототопа, например, меньше либо равно нулю. Да, так-то мы получим, так все хорошо, но, опять же, это не очень хорошо. Почему? Потому что мы должны точно знать, что возвращает эта функция, что возвращает эта функция, понимаете, да? Ноль, это хорошо, что я знаю, что она ноль, это мне нужно лезть, смотреть и так далее. В то же время, обратите внимание, вот эти функции, из number, из array, из string, мы написали из sec, да? Это вообще такого рода функции, которые возвращают булли в тип, либо трули в холл, они называются предикатами. Вот такая функция предикат. И гораздо более правильный подход, да, поскольку у нас здесь rig, y, именно, то есть мы, как бы, задаем вопрос, это меньше либо равно, да? Это меньше, это больше, это равно и так далее. Но здесь, как ни странно, лучший способ сделать нашу функцию вот таким вот образом. Вот таким вот образом. То есть теперь здесь у нас все отработает хорошо, все отработает хорошо. Однако теперь у нас здесь мы возвращаемся сюда, здесь у нас опять, как бы, не очень удачно. Так, а что мы сделаем? И опять же, для таких функций предиката, которые могут быть, мы просто напишем, опять же, обвязку, так называем функцию сравнения, да, comparator. Благодаря, опять же, тому, что мы можем вот эту вот функцию передавать как параметр, да, в какую-либо другую функцию. То есть это будет выглядеть, например, вот так. Фанкшен. Сюда мы можем передать любую, обратите внимание, вообще функцию предиката, которая возвращает трубику. Она сюда и придет, да? Вот. И здесь мы сделаем что-то типа такого. Это у нас, значит, будет, мы вернем функцию, вот так, да? Вот, который как раз и будет, да, if, если мы называем тот предикат, который мы бросили, то мы возвращаем минус 1. Если у нас, значит, предикат будет, наоборот, y, x получается, да, мы вернем 1 и, наконец, вернем 0. О, небольшая обвязочка, да? О, все, что нам теперь нужно, все, что нам нужно теперь, да, это, смотрите, да, здесь у нас, а здесь у нас, наше, например, в нашем случае, вот, да, вуаля, все хорошо. То есть написали прекрасную обвязку. Этот наш компарейтер, который сравнила, да, обвязочка, он именно предназначен конкретно для функции сорт, да, его мы можем бросать, в принципе, любой предикат, это может быть функция, которая, например, четная, нечетная числа, да, там меньше, больше и так далее, и так далее, и так далее, массу, массу, массу любой функции мы можем все это дело использовать. Использовать, да, функция, вызывает функцию, возвращает функцию, функция, есть единица, да, элемент, да, поведение, вполне себе конкретного. Это занимается своим, это занимается своим. К сожалению, друзья мои, здесь у нас есть маленький недостаток. недостаток, недостаток, я вас скажу, он связан с этим, и вы можете это достаточно серьезно наблюдать. Вот эта вот гибкость функций, она очень часто приводит к бесполезному, к бесполезным уровням этих абстракций, да. Вот пример, смотри, пример вот такого, очень часто, кстати, низко, там еще где-то показывают, да, еще что-то. Когда рассказывают про то, как функции можно там друг другу передавать, слышат, например, вот такую вещь. Опять же, я для удобства пишу в одну строчку, да, вот так, раз, и, например, вот так, да. Что-то типа такого, да, что-то типа такого. Вот, когда такие вещи видишь, да, функция в обвязке, я еще в одну строчку написал, да, если я сейчас что-то распишу, понятно, как всегда, да, и вот показывают, да, и говорят, смотрите, как у нас работает, да, давайте попробуем, да, вот мы вызываем в save, John, say John, да, и вот он вот там отрешил, он видит, hello, John, ах, как он, да. На самом деле, перед вами как раз сейчас банальный пример бесполезной абстракции, абсолютно. Почему? На самом деле, на самом деле, если товарищу так хотелось, обратите внимание, вот это дело, давайте внимательно, работает точно так же. То есть, что вы вызовете функцию say, что вы вызовете функцию hello, это все одно и то же. То есть, по большому счету, если уж человек захотел зачем-то вместо кого-то сделать say, то ему нужно делать дело вместо того, что у меня написано на строке 80, он будет написать вот так. То есть, вместо 80 строки надо было написать 81 строчку. Почему? Потому что это и это суть одно и то же. Такого кода, на самом деле, вот таких вот бесполезных обвязок, а для того, чтобы увидеть, что это действительно, что фактически вот say и hello суть одно и то же, я вам сейчас очень удобно, очень удобно, это как раз нам поможет вот эти вот новые array функции, которые по имени. Сейчас, вот это дело, мы перепишем с помощью новых array функций, да? По-новому у нас это будет выглядеть вот так. Сейчас, секунду, вот так. Теперь вся прозрачность будет как на ладони, на самом деле. Будет как на ладони, да? Смотрите сюда. Смотрите сюда, да? И нам говорят, смотри, мы сейчас, да, say, передаем, ровно, да, далее возвращается функция hello, которая передается в джон, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, функция say возвращается hello с переданным джоном. Правильно? Раз? Hello с переданным джоном, это вот оно. То есть, мы вот это, вот это, можем спокойно вот так, раз, и поставить сюда. Обратите внимание. То есть, то, это то, о чем я говорил, да? Что на самом деле, вот это, оно и дело. И никаких здесь лишних обвязок абсолютно не нужно. еще один пример. Опять же, его, так сказать, придумал не я, и увидел не я, но это такой пример из зуб. Ну, смотрите, сейчас я вам покажу, он у меня тоже какопомный. Вот такой пример. Такой пример сейчас возьмем. Вот так вот он выглядит. Вот, значит, да. Что у нас здесь творится? Значит, где-то это эти две, переменные, они у меня заведены для того, чтобы просто здесь ошибок не выскакивало. На самом деле, они не важны. Важна вот эта, да? То есть, есть некая переменная, да, контрольная, которая, обратите внимание, является функцией, вообще-то здесь, да, то есть, на самом деле, ей присваивается, обратите внимание, да, что ей присваивается, ей присваивается, да, самовызываемая, немедленно вызываемая функция, которая отработает и вернет объект, то есть, в конечном итоге, эта переменная будет ничем иным, как вот этим объектом. Как вот этим объектом. Да? Здесь у нас, да, но перед тем, как вернуть объект, посмотрите, что, да, там вот товарищ делает. То есть, когда эта функция запустится, да, функция, создали переменную индекс, правильно, да, которая является функцией, которая принимает некий параметр посадца с и возвращает, обратите внимание, да, то, что вернет метод индекс объекта views, принимая форму. И так далее, и так далее, и так далее, в конце концов, приводит объект. Много пизонины, выглядит сильно, мощно и прямо скажем по программе. Да? О, однако, давайте посмотрим, воспользуемся тем способом, который я вам только что указал. Попробуем переписать вот это вот дело, да, все по-человечески. То есть, если мы сейчас это перепишем с помощью стрелочных функций, то это у нас будет выглядеть вот таким вот образом. Вот так. Ба-бам. так, аторс пойдет. О, замечательно, да? Вот, смотрите, да? Чуть-чуть облегчили вещь. А теперь то, что мы делали только что с нашим тестом и с нашим hello, да? Смотрим внимательно. Итак, индекс, что иное, как индекс, которая принимает способ и возвращает то, что это дело, объекта, да, индекс, пост. То есть, еще раз, если вы хорошо поняли и уяснили, как вообще работают функции, да, то на самом деле вот это не что иное, внимание, да, не что иное, как вот это. Это индекс будет, чем функция, то есть редко. Индекс, объекта, и когда мы передадим сюда пост, трудную скобочку, то он, собственно говоря, и уйдет. Правильно? То есть, исходя из этого, мы продолжаем все это выписывать по-человечески, вот, в результате чего мы получаем вот такую, еще раз, да, то, что я сейчас пишу, это суть абсолютно одно и то же вне абсолютно одно и то же. Видели, да? Мало того, да, индекс, индекс, шоу, эдак, шоу. Мы говорим, а зачем здесь вообще нужна функция, когда в конечном-то итоге все равно это этот контроллер должен представлять из себя ничто иное, как объект. То есть, на самом деле, на самом деле, все это можно написать вот таким вот образом. Обратите внимание, то, с чего мы начинали и то, к чему мы пришли, суть одно и то же. Да, подоточки запятые, естественно, сейчас уберем, чтобы не забыть. И будет вот таким образом. Как то. Все. Помните, что было и посмотрите, что стало, да, запятые. Что было и что стало. Мало того, мало того, вот это, то есть, мы хотели объект, мы получили объект. Никаких лишних обвязок, ничего вообще нет. Понимаете, да? То есть, стоило ли городить огород? Понимаете, в чем дело, да? То есть, на самом деле, вот этот бесполезный уровень абстракции, его добавить очень легко. Можно обвязать что угодно. Вопрос, зачем? Количество кода увеличилось. Его нужно понимать, поддерживать, читать. Мало того, вот это у нас не только компактный, не только читабель, не только правильнее. На самом деле, здесь еще и более удобно. Давайте посмотрим. Если, вы помните, как здесь у нас было, да, изначально, индекс, это была функция, которая принимала параметр постс, который передавался вот сюда, в этот, вот так, да, вот там, постс, да? И, если вдруг у этого метода симнатура изменится, вдруг автор вот этого потом решит сюда еще что-то передать, то нам пришлось бы ту обвязочную функцию тоже менять, потому что тоже надо было отпикивать и так далее, да? Здесь же мы вообще не зависим ни от чего. Если там автор решит пять параметров куда, чтобы передали, пожалуйста, нет проблем. У нас вообще нет никаких проблем. Мы только понимаем слегка, как работает функция. и здесь обратите внимание интересная вещь, поскольку мы вдруг функции крутимся, да? На самом деле в функциональных языках, функциональных языках, сколько там функция стоит, есть такое понятие чистых функций, и функции делятся на такое понятие чистые и ничьи, пур-ин-пур. Что такое чистая функция? Чистая функция это, во-первых, функция, которая при одинаковых аргументах всегда возвращает одни и те же значения. Классическим примером этого, классическим примером этого может являться, ну вот смотрите, например, вот у меня есть массив, вот такого плана, да? Вот такого плана, да? Вот, смотрите, я вызову сейчас вот такого вот, join, да? Обратите внимание, метод join с точки зрения, если так рассматривать функциональных языков программирования, это так называется чистая функция. Обратите внимание, при одном и том же входящем значении мы получили всегда один и тот же ответ. Да. Противовес этому, противовес этому, на самом деле, да, ну например, метод поп, если мы сейчас возьмем, да, метод поп, что у нас будет, обратите внимание, да, при одни и тех же, ну тут параметры не видны, понятно, да, он без параметра, но тем не менее, обратите внимание, да, разные ответы, с точки зрения функционального подхода, еще раз говорю, да, метод join чистый, подразумевает нет, вот, потому что разные подходы, когда мы что-то передаем функцию, мы всегда уверены точно, что она вернет, это раз, во-вторых, чистая функция, это функция не только, которая возвращает одно и то же, это функция, которая не имеет побочных эффектов, нет, что это такое, что такое побочные эффекты вообще подразвивается, дело в том, что смотрите, мы привыкли с вами, что когда мы работаем в коде, вот в данный момент я пишу в коде, так сказать, глобальная область видимости, фактически это непосредственно наша программа, а функция, тут функция, это подпрограмма, так вот, с точки зрения частоты функции, как бы подпрограмма не должна влиять напрямую на программу, то есть что такое побочные эффекты, это любое изменение, например, в файловой системе, это вставка записи в базу данных, это вывод куда-то на экран, это на выполнение какого-то там до запроса, любой, 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 то есть, например, если мы посмотрим нашу, предположим, вот такую, вот эту, предположим, здесь, то она вот эта, она нечистая, почему, потому что у нас здесь дергается метод, да, который что-то вперед, вот это слово, которое что-то куда-то выводит на экран, понимаете, да, то есть от того, где эта функция выведена будет, где она вызвана, да, от этого может по-разному исполниться наша программа, исполниться наша программа, правильно, то есть, если у нас есть функция элементарная, да, function food, предположим, да, function food, которая что-то, она принимает, например, x, она этот x, да, ретает, и она этот x и возвращает, да, вот это, обратите внимание, это абсолютно 100% чистая, чистая функция, да, по какой причине? По причине очень простой, во-первых, начнем с того, что она при одном и том же параметре всегда возвращает один и тот же ответ, это раз, а во-вторых, она не влияет на код, где мы будем ее вызывать, понимаете, да, то есть, она возвращает значение, да, то есть, посмотрите, например, у меня вот два и три, так, теперь, то есть, в моем случае это программонно, раз, два, три, теперь, я функцию шут могу вызвать где угодно, я могу вызвать ее вот здесь, я могу вызвать ее вот здесь, обратите внимание, она не повлияла на тот никаким образом, не потянулся, да, а вот если бы у меня здесь вместо return, например, было бы написано, например, print, этот x, вот так вот, то здесь бы уже, посмотрите, здесь он у меня выскошил вот здесь, а здесь он у меня выскошил вот здесь, то есть, я эту функцию не могу абы как, где как-то вызвать, да, потому что она у меня зацепляется с основным кодом программам, мне нужно быть очень внимательным, очень внимательным, понимаете, в чем дело, да, вот, а функция, еще раз, да, вот в функциональном программировании, это фактически функции, которые там рассматриваются, это как бы функции в математическом смысле, понимаете, в чем-то, мы уже сказали, да, то есть, каждое входное значение возвращает одно выходное, да, и не влияет на код, например, основной программы, это сложно, это не значит, на самом деле, даже среди функциональных языков есть малый, там, чистый, так называемый, язык, который использует только чистые функции, ничего больше, понятно, не всегда это как бы получается, иногда бывает, надо изменить поведение программы, но, надо как бы стараться, да, думать, а нужно ли мне, чтобы функция изменяла поведение программы, да, то есть, когда мы отправляем число, откуда функцию, а уверены ли мы, что после этого у меня с основной программой, да, все останется по-прежнему, да, не перепутается ли там что-нибудь, да, не случилось ли там что-нибудь такого, предположим, плохого, да, или как-нибудь еще, понимаете, да, вот, таким образом, вот так и можно, вот, кроме того, опять же, да, исходя из этого, исходя из этого, если нам нужно что-то делать, как бы, да, в функциональных языках функции зависимости, то есть, называемые зависимости, да, они дневные, вот, потому что тут гораздо проще отследить, да, и мы можем даже о функции, о том, что функция делает, понять, в принципе, глядя, например, что называется, на ее сигналку, да, то есть, например, вот, смотрите, положим, у нас есть какая-то функция function, которая находит какие-то статьи по языку, по языку, там у нее происходит следующее, сначала выбирается, предположим, да, язык, сначала выбирается, сначала бросается язык в функцию выбирается идентификатор, а потом уже вызывается какая-нибудь там getArticles, предположим, да, туда передается вот этот ID, ну, как-то вот так, предположим, да, вот, это тоже функция на самом деле, да, несмотря на то, что, обратите внимание, да, несмотря на то, что вроде бы она не влияет на основную программу, на исходный код, вот, это раз, да, кроме того, судя по всему, она, в принципе, возвращает по одному и тому же параметру все время одно и то же, да, но здесь мы не зависимы, да, все скрыто по капотам, то есть, мы глядя на описание, на сигнатуру функции, не ясно, что она делает, понимаете, да, откуда, что берется, понимаете, вот, куда бросается этот язык, предположим, ланга, откуда берутся эти статьи, и так далее. Для того, чтобы совсем правильно эту функцию было бы сделать, да, нужно передать ей, что называется, явные, да, передать ей явные, то есть, можно было бы написать, например, ничто, вот такое, стоять, и лан, да, вот, тогда здесь у нас будет, соответственно, вот такое дело, а здесь, например, будет вот так, так, то есть, чем здесь у нас хорошо вот это дело, да, то, что, во-первых, мы явно как бы внедряем, это называется внедрение зависимости, да, то есть, мы явно передаем параметры, например, там, хранилище, хранилище, да, и, глядя на саму сигнатуру функции, уже ясно, о чем здесь идет речь, о чем здесь идет речь, а, во-вторых, если нам нужно будет что-то поменять, например, поменять то же самое хранилище, да, то надо будет просто передать другое хранилище, из которого это все возьмет, из которого это все возьмет, over, кроме того, кроме того, чистые функции, когда мы входим функционального программирования, они обеспечивают то, что, опять же, называется, функциональное программирование называется прозрачность ссылок. Что это означает? Это означает, что можно взять какой-то кусок кода и заменить его на выпустенный результат этим куском кода. И при этом поведение программы не изменится. Поскольку у нас один код, один выход, причем одинаковый, что дает одинаковый выход, то очень легко в принципе, все это дело даже тестировать, что называется тестировать на пальцах. Вот посмотрим такой пример. У меня здесь опять же есть небольшой новая. Смотрите, что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? У меня есть два, ну их можно больше, понятно, да? Две записи переменные. рекорд один и рекорд два. Может быть, три, пять, десять, понятно, да? Которые представляют из себя как бы такой мэп, да? Пару. Которые состоят из следующих параметров. Значит, есть имя и есть курс, который товарищ с этим именем, соответственно, прослушал. То есть, товарищ Джон Смит прослушал курс, я вот. А товарищ Майк прослушал там курс, и я. Предположим, да? И так, да. Это раз. Плюс у нас есть некий объект, это сет. Сет – это как массив, только с уникальными значениями, да? В котором перечислены список, в котором перечислены курсы, на которые, для которых полагается бонусы. Для которых полагается бонусы. То есть, тут видите, JS, HP, XML, HTML, да. Вот. И наша задача описать какой-то кусок кода, который будет, предположим, да, который будет, соответственно, брать вот этот рекорд, проверять соответствующий курс, если он есть в списке, то тогда бонус выставлять в трубку. Если нет, соответственно, он остается в фолз. Ну, или там был труб, и отправляется в фолз. Правильно, да? Вот. И смотрите, мы можем написать как? Да? Мы можем написать, опишем функцию, например, нам нужна будет функция, которая будет искать курс. Хэз, например, функция хэз. Уже по хэз мы поняли, да, что это не что иное, как функция предикат, она будет труб-фолз возвращать, да? Сюда будет передаваться рекорд, сюда будет передаваться к курсес, и она будет возвращать, мы сказали, да, курсес, к булевке возвращается, да? То есть, понятно, что она делает, берем рекорд, выбираем то значение, да, которое включает курс, подает сюда, хэз, это дело, да, проверочка, и возвращается либо труб-либо труб. Соответственно, у нас будет и вторая функция, опять же, функция предикат, на самом деле, да? Вот так, как бы, да? Нет, это не будет предикат, друг, она объект, которая будет возвращать, вот, которая будет, соответственно, этот бонус устанавливает. Вот, я ее одну крошечку напишу, она будет возвращать, что? Она будет возвращать рекорд, установленный, то есть, обратно рекорд возвращает, у которого бонус, бонус выставлен в труб. Вот, и непосредственно функция, которая будет всем этим заниматься, например, пусть она будет называться файл, да? она тоже будет естественно принимать рекорд кольц рекорд кольц вот, и здесь мы напишем, ну, что-то типа такого, да? Если, значит, кэз кольц кольц рекорд кольц если у нас это все дело прошло, прошло, то ретун сет бонус рекорд рекорд вот, а else то ретюн просто рекорд вот так, ну, все, легкая, простая, без каких-то заморозков, да? Вот, и все, и мы можем теперь написать, да, мы можем, например, find record1, да, и, как у нас там назывался, бонус, бонус вот так, find, и посмотрим, что и чего, вот, но, обратите внимание, опять же, как мы уже сказали, как мы уже сказали, поскольку у нас все функции чистенькие, да, чистенькие, а вот никто ни на что никуда не влияет, все внутри, да, то мы можем спокойно сейчас протестировать эту функцию, просто заменяя, как я уже сказал, да, тот некий кусок кожа, да, на вычисленный им результат, при этом, поскольку у нас ничего не меняется, мы уже сказали, да, не будет внезапности какой-то, да, что может так, при этом, то же самое, по рамке может то или то случиться, да, мы четко знаем, да, то мы можем, например, мы возьмем, вот смотрите, да, вот, например, мы тестируем нашу функцию find, да, мы сможем, ага, this goes record, находим нашу функцию test, да, и, фактически, мы можем, написать, что, вот это, то есть, берем и просто заменим, тик-тик, тик-тик, и, force, hash, вам, папан, папу, папу. Правильно, да? Вот, так как, да, поскольку мы сейчас, в данный момент, тестируем конкретно, себе, вот, мы взяли, например, record1, да, record1, вот, И мы видим, что у нас данные ни под каким предлогом они не поменяют, они как есть, так и есть, то мы спокойно можем вот это делать, теперь спокойно заменить на значение, которое вернется. И мы говорим, ага, true, все хорошо, правильно, да? Вот, теперь мы говорим, set bonus, что такое set bonus, это у нас ничего иное, как вот это дело, то есть опять же берем, берем и вот таким вот образом делаем, да? Поскольку у нас здесь жесткое как бы true, в нашем случае мы можем от этого условия избавиться, в результате чего получаем вот такую функцию, то есть мы пошагово просто подменяя кусочки, как они вычисляются, просмотрели, как все это дело работает, да? Очень легко, очень просто, да? И вообще здесь все достаточно чисто, так сказать, и прозрачно, да? Вот, вот если таким образом, да, еще раз говорю, это как бы не панацея, не панацея, но если следовать вот этим небольшим правилам, а мы с вами уже провели, да, такой, фактически это был такой пример небольшого рефактора, как, впрочем, и вот, когда мы тут творили вот это, это был такой небольшой рефактор, да? Вы видите, как много можно, в принципе, упростить, облегчить себе жизнь, вот, да? Чуть-чуть по-другому начать, с другой стороны смотреть на коды, по-другому начать мыслить, да? Вот, ну и опять же, мои, как бы, рекомендации, и, конечно, не забудьте посмотреть вот эти, эти библиотеки, там вы найдете очень много, достаточно универсальных, действительно всевозможных библиотек, которые, действительно, облегчат программирование, да, ну вот, ну а если кому-то это дело приглянется, то понятно, мы сейчас рассмотрели основные вещи, как бы такая база, да, база, которая касается функционального, да, по-другому, там, для того, чтобы все это одноценно использовать, там, мы знаем, что есть, там, разметно хитрые приемы, мы там больше в математику уже уходим, ну и не всем они не всегда уже пригодятся, вот, может быть, мы когда-нибудь, когда-нибудь и дойдем, посмотрим интересные вещи, да, вот, ну а это, вот, база, чтобы было куда смотреть, у вас фрит на руках, вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать.